Новое отделение рассчитано на 30 коек. По статистике, которую привел заведующий в год, может проводиться около 1000 операций. Притом планируется, что в составе медицинских бригад будут трудиться как врачи открытого профиля, так и эндоваскулярные. То есть процедура пройдет без разрезов. Что примечательно, врачи нового сосудистого отделения уже столкнулись с пациентом, которому требовалась помощь специалистов разных профилей. У мужчины диагностировали опухоль левой почки с прорастанием в левую поясничную мышцу, второй поясничный позвонок, метастатическим поражением пара аортальных узлов и прорастанием в аорту. Оперативное вмешательство провели специалисты урологического, нейрохирургического и сосудистого отделений больницы. Операция длилась более 6 часов. За это время врачи удалили опухоль со стенкой аорты. Ее размер оказался около 40 сантиметров в диаметре, вес – более 5 килограммов. Пациента удалили второй поясничный позвонок, который был поражен метастазами. На его место установили металлический имплант. Теперь пациент получил шанс на выздоровление. По словам Андрея Егорова, заведующего сосудистым отделением, в будущем таких операций станет больше. Притом специалист настаивает на том, чтобы все врачи в его отделении получили сразу несколько специализаций. Я сторонник того, чтобы и теми, и другими методами владел хирург каждый, который работает здесь, в этой больнице. То есть тот, кто был эндоваскулярным, пусть станет еще и открытым. А тот, кто был открытым, пусть станет эндоваскулярным. В день официального открытия сосудистого отделения Андрей Егоров вместе с главным врачом устроили экскурсию для министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого. Вместе они посетили первых пациентов, а также зашли в операционную. По словам Андрея Егорова, специально для сосудистого отделения в ОКБ открыли операционную с современным оборудованием. Специалисты также обмолвились, что открытие такого отделения потребовало годы подготовки. Андрею Прилуцкому показали и новое, неотремонтированное отделение. Пока что здесь кипит работа. Но в скором времени по этим коридорам уже пройдут первые пациенты. Что примечательно, открытие прошло в Международный день отказа от курения. В честь этого праздника сотрудники ОКБ и БСМП устроили товарищеский футбольный матч. Для всех это стало настоящим сюрпризом. Андрей Прилуцкий ранее проходил практику в БСМП, поэтому не скрывал, за кого болел в этом матче. Мы, правда, с Марковым, с Андреем Ивановичем поспорили, кто выиграет. Я сказал, что команда БСМП. Так как я там был в субординаторе, буду болеть, наверное, за вас. Хотя я очень люблю, конечно, болеть с ОКБ. На поле нейрохирурги и терапевты, которые, хоть и на небольшой промежуток времени, стали соперниками. Товарищеский матч закончился со счетом 3-1. Победила команда ОКБ. По окончанию матча все игроки вновь заняли такие привычные места в своих кабинетах, и работа закипела вновь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.